Привет, друзья! Меня зовут Анна, и сегодня вас ждут самые жаркие новинки. Таких кукол вы точно не видели, ведь они только-только выпущены, но уже так взволновали всех кукольников. В общем, все в любимой рубрике «Жаркие посылки». Эти куклы приехали ко мне с пылу с жару из группы «Второе детство». Я в замешательстве не могу понять, как Ирине удается находить такие свежие новинки, так быстро врувать лимитированных редких кукол. Поэтому у меня на канале уже несколько видео с посылками из «Второго детства». Коллекция Ирины нескончаема и постоянно пополняется. Ссылочку на любимую группу я оставлю вам в описании. И вот только посмотрите, куклы даже не залазят в эту коробку. Вернее, они отсюда вылазят, потому что это самые нашумевшие куклы, самые скандальные куклы, самые интересные куклы. Одну из девочек в этой посылке я вам уже показывала в прошлом видео с подарками на Новый год. Посмотрите, как она здесь подглядывает из коробки. Ты хочешь выйти первой? Ну, разве я могу ей отказать в этом? Новые куклы Мизи от небольшой компании «Джейсон и Даймон». Они ворвались в мир фэшн-кукол в 2018 году. Внизу будет ссылочка на их официальный сайт. Тогда же в июне вышла первая серия кукол с названием «Впервые». Мизи, 19-летняя шанхайская девушка, после окончания учебы в Соединенных Штатах в 30-х годах, обратно вернулась в Шанхай, чтобы стать моделью. И, конечно, из-за своего уникального миловидного личика она получила множество предложений. Также Мизи очень любит путешествовать, и вы можете ее встретить на улицах Токио, Нью-Йорка, Парижа. А интересно, в Москву она заедет когда-нибудь? Очень интересно открывается коробка. Достаем куклу. Она прям как конфетка. На обратной стороне инструкция. Вы просто гляньте на этот маникюр. Вы это тоже видите? Как это возможно было сделать? Это Мизи из новейшего выпуска «Бич Фан» – базовая модель. В линейке три куклы – Мизи, Луциана и Фатима. Тиражом 300 штук на весь мир, вы только представьте. И это не все. Также еще три девочки, тиражом 50 кукол на весь мир. Мой выбор пал на шоколадку. И вы только представьте, что куклы были выпущены только месяц назад. И как сверхбыстро сработала группа. И вот вы уже смотрите обзор на нее. А ведь я еще потратила целых две недели, чтобы его отснять и смонтировать. Ирина – официальный российский дилер Мизи Доу. И ее контакты указаны на сайте производителя. На обратной стороне коробки информация о хранении куклы, а также возрастное ограничение 14 лет и старше. В комплекте сама кукла в минималистичной одежде, без аксессуаров и подставки. Это базовый вариант куклы. Волосы скрыты под сеточкой. На шее и на талии кукла закреплена атласными лентами. Ну что ж, мы тебя вытаскиваем, освобождаем. Даже, представляете, концы ленты обработаны, чтобы они не размахрились. И первая моя мысль – о боже, как же на тебе будет видна вся пыль! Ты же такая темная! Действительно, она невероятно черная. Представьте, темный шоколад или цвет кофе. У меня, кстати, есть тело Integrity Toys Fashion Royalty Skin Tone Black. И если их сравнить, то Integrity вообще блондинка. Видео обещает быть интересным, ведь я скоро буду экспериментировать над телами. Фатима Мизи, формата 1 к 6, чуть повыше Барби. Ее рост по линейке 31-32 см. Кукла очень яркая и потрясающе красивая. Густая копна волос. Сверху они сильно залачены. На ощупь волосы жирноваты, видимо, локоны обработаны специальным средством, чтобы они держали форму. Спокойный макияж в медных оттенках. Верхняя века смолдирована и под него наклеены реснички. Молд лица, рисовка – они сильно отличаются от тех, что были в первых выпусках Мизи. Там присутствовал гламур старого стиля. Здесь же Мизи более современная. Цвет сеней, губ и купальника так гармонично сочетаются. Также о первых выпусках были отзывы, что шарниры немного разболтаны. Здесь же я чувствую тугие шарниры. Видимо, компания прислушивается к покупателю и дорабатывает эти нюансы. У всех в Мизи отлично продуманы образы и качественно выполнены аутфиты. Здесь же из одежды только купальник боди. Скорее, из одежды ничего нет, кроме боди, чтобы прикрыть наготу. Кстати, без всяких застежек, липучек и снимается методом стягивания. Кукла шарнирная. Из особенностей есть грудной шарнир, что не было видно под боди. Изящное тонкое тело, большая грудь, отчетливо выделены линии ключицы, животика, спины. То есть, возможно, если ей затушевать шарниры, шовчики, то, возможно, ее даже перепутать с настоящим человеком. Ты что ж себе ноги-то от ушей отрастил? Это все ее возможности повернуть голову в одну и в другую сторону. И это называется кивающим молдом, когда кукла может поднять голову чуть-чуть наверх и немного опустить. Под волосиками сзади спрятан штамп Мизи. Голова проворачивается. И сейчас мы снимем и посмотрим, что там за шарнир. Такие манипуляции я провожу обычно с помощью фена, чтобы не травмировать голову и не сломать шарнир. Так, здесь обычная таблетка, которая отклоняется немножко вбок. И вперед-назад. Читала в интернете, что Мизи очень похожа на куклы Интегрити Тойз. А как вы знаете, Интегрити куклы высокого класса. Давайте сравним два тела. Тело Мизи и тело Интегрити Тойз в темном скинтоне Black. И Интегрити, если сравнивать по плечам, совсем, совсем на несколько миллиметриков пониже, чем Мизи. Обратите свое внимание на эти изящные ключицы, как у Интегрити, так и у Мизи. Большая грудь. Грудные шарниры. Выделенные животики. И стройные ножки. По виду сбоку, мне кажется, у Интегрити чуть покрупнее попка, чем у Мизи. И покрупнее сами ножки. Конечно же, их тела не могут быть абсолютно похожи. Они по-своему отличаются. Некоторые линии изящные. У Интегрити больше выделенности линии, изящество. Более крупная попа. У Мизи же очень длинные ноги. На попе проштампован год и компания Diamond & Jason. И по поводу вот этих швов, которые видны, они есть как у Интегрити, то есть затертые шовчики, так и у Мизи. Давайте сравним грудные шарниры и их движение. У Интегрити шарнир немного отклоняется в бок, в один и в другой. Дает движение назад у Мизи. Если честно, я даже не могу отклонить его ни в один бок, ни в другой бок. Также этот шарнир особо не дает никаких движений. Ну, то есть колыхается. Тела сделаны из жесткого пластика, что у Интегрити, что у Мизи. По шарнирчикам в плечах ручка может подниматься на 90 градусов и опускаться, как у Интегрити. Также у Мизи ручка поднимается на 90 градусов и опускается. Интегрити может согнуть свой локоток немного побольше, чем Мизи, но несущественно. Кисти у Мизи полностью резиновые, податливые, пальчики хорошо сгибаются. У Мизи должны кисти сниматься. У Интегрити намного легче вынимаются кисти. Мизи может расставлять бедра. У Интегрити будет растяжка получше. У Мизи, конечно, с трудом садится на шпагат. У Интегрити шпагат, конечно, получше. Но, опять же, она тоже не может сесть на полноценный шпагат. Коленные шарниры, на первый взгляд, ничем не отличаются. И у Мизи более изящные колени. У Интегрити они какие-то грубоватенькие. По стопам у Интегрити прорисованы ноготочки. У Мизи ноготочков не прорисовано. Выделены щиколотки, что у одной, что и у второй. У меня есть модельное тело от Барби Маттел. Ха, пришла тут какая-то малявка. Она намного ниже. Я, прежде всего, хочу взять у нее туфельки. Туфельки идеально подошли от Маттеловской Барби. А теперь я вам хочу показать тело Поппи Паркер. И сравнить Мизи с Поппи. Поппи Паркер это куколка Интегрити Тойз. Я очень удивилась. Они очень сильно похожи друг на друга. Очень сильно. Сначала я обратила внимание на одинаковые кисти. У Мизи, конечно, подлиннее маникюрчик. Но в целом они очень похожи. У них одинаковые локтевые шарниры. Посмотрите, как похожа зона груди. Единственное, конечно, отличаются выделенные ключицы. Вот это вот место. Идентичные животики. Одинаковые ноги. Да и со спины они как будто две капли воды. Единственное, что их отличает, это длина ног Мизи. Грудные шарниры. Зона груди. Немножко по-другому сделана. И бедренные шарнирчики. Отличные. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу такой, можно сказать, один в один схожести между Интегрити Поппи и Мизи. Если честно, меня это немножко удивило. В куклах Мизи есть черты, которые делают их уникальными. Поэтому они все сильнее и сильнее заинтересовывают коллекционеров. Лично мне понравился выпуск Мизи Русалка. И я очень жду новые выпуски и коллекции. А вот вам, кстати, промо-фото самых горячих новинок. Вторую часть жаркой посылки мы распакуем через несколько дней. Видимо, у него там не хватает мускул. Фиолетовые прятки. Тут ничего интересного. Слишком большой шарнир и слишком маленькое отверстие. Если вторая часть уже вышла, то вот здесь по стрелке появится подсказка. А если нет, то обязательно нажимайте на колокольчик и ставьте пальчик вверх, чтобы точно его не пропустить. Всем пока-пока и до новых встреч!